Директор музея-заповедника Горки-Ленинский Игорь Конышев лично проводит экскурсию для первого после реставрации экскурсанта. Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский интересуется всеми деталями проведенных работ. Мы расчищали стены до первого слоя, находили колористику и, исходя из этой колористики, уже восстанавливали подлинные цвета этих помещений. Объект федерального значения в предыдущий раз ремонтировали в 1972-м. По сути, в другом государстве. Усадьба тогда рассматривалась лишь как последняя резиденция Ленина. Экскурсию для нашей съемочной группы провел заместитель директора по науке Борис Власов. Усадьба восстанавливается в своем первоначальном виде, в том облике, в котором ее впервые увидел Владимир Ильич Ленин осенью 2018 года. Итак, усадьба сегодня приобрела первоначальный цвет. Тот, что был задуман специально для Зинаиды Морозовой архитектором Шехтелем. Пришлось снять до восьми поздних слоев краски. Вновь открыты рельефные изображения. Научные сотрудники музея всегда знали о их существовании, но лишь догадывались, что именно скрывается под слоями пыли, грязи и краски. Искусно соединенные воедино ампир, неоклассика и модерн в архитектуре и внутренних интерьерах. Прекрасно сохраненная коллекция мебели, габелленов, люстр, скульптуры. Аутентичная, лично привезенная Морозовой из Европы сантехника. Сейчас мы с вами находимся в интерьерах мужской ванной комнаты, использовавшейся супругом Зинаиды Морозовой, московским городоначальником Анатолием Ренботом. Сразу после ванны мы можем попасть в интерьеры рабочего кабинета. Надо отметить, усадьба в Горках единственная в России, которая сохранилась столь доподлинно. И именно благодаря личности Ленина. Он практически ничего не менял. Его позиция была такова, что в усадьбе Ренбота, он именно так ее называл, не усадьбу Морозовую, а усадьбу Ренбота, это не его личное достояние, это достояние народа. Он видел себя здесь скорее как квартирантом, как человеком, который здесь временно проживает. Поэтому он категорически запретил хоть что-либо здесь менять. Атмосфера русского дворянского дома. Более 6 тысяч подлинных экспонатов. Вот так жила, пожалуй, самая богатая женщина дореволюционной России Зинаида Морозова. Это, например, ее покои. Все соседствует сегодня с памятью о председателе Совета народных комиссаров искусно и легко. Проект для музея чрезвычайной важности. Его даже называют самым значимым достижением за всю историю существования исторического заповедника. Усадьба выглядит так, какой ее сделали для Морозовой и так, какой ее увидел впервые Ленин. То есть вот точка 2018 года позволяет нам, с одной стороны, показать эту усадьбу тем людям, которые хотели бы увидеть скорее историко-искусствоведческий аспект, так и тем, кто больше интересуется политической стороной жизни, тем, кто интересуется там жизнью и деятельностью основателя Советского государства. Проект, к слову, сравнительно недорогой. В ходе реставрации усадьбу не закрывали ни на один день. Кажется, министр остался вполне доволен проведенными работами. В память о визите посадил ель. Помимо музея Усадьба здесь еще сделана гостиница впервые в истории. Организуется целый ряд выставок, отремонтированы флигели, благоустроена территория. Мы бы, конечно, хотели, чтобы на это место как можно больше приезжало туристов. Туристы, конечно, не заставят себя ждать. Объект культуры федерального значения приведен в превосходное состояние. Это мероприятие общеполитического характера. Я очень часто характеризую горки Ленинские как все-таки культурную столицу нашего района. Ну, мало того, что исторически сам район получил название от горок Ленинских. И если бы в свое время деревня Горки не получила приставку Ленинский, не был бы организован музей-заповедник, то я думаю, что, может быть, и судьба района, его название сложилось бы по-другому. Крупнейшее поместье 1909 года открыто для посещения всю неделю с 10 до 5. Не откажите себе в удовольствии и обязательно запланируйте визит. Татьяна Кременецкая, Константин Брулов, Елена Кошелева, Видное ТВ.